Простите, одну секунду. Недавно я услышал одну очень мудрую мысль. Даже хлам можно превратить во что-то хорошее. Ах, сколько много было шума от фурей и фуре-художников. После выхода трейлера картины «Плохие парни». И, наконец, настал момент выхода фильмеца в интернете для домашнего просмотра. Разбираем плохих парней. Но сначала небольшая предыстория самой студии, а потом и нашего образчика. Поехали! Начиная со второй половины 2010-х годов, главный конкурент мышиного дома DreamWorks Animation стал переживать не лучшие времена. Завершение крутых франшиз. Финансовые провалы годных сольных лент и продажи Universal нормально так потрепало весь штат компании. Вследствие чего студия пошла по совершенно другому пути, пытаясь хоть как-то получить прибыль. И должен заметить, что не в лучшую сторону. Многие знатно пробомбились в сторону их последних фильмов. В частности, Тролли и Босса Молокососа. Скатилось всё до детской трешатины. Но, похоже, эта пора заканчивается. А теперь к плохим парням. В 2017 году стали поступать новости о будущей киноадаптации чёрно-белого графического романа австралийского детского писателя Аарона Блейби «Плохие парни». Год спустя проект ушёл на студию DreamWorks, а в качестве режиссёра назначили рядового штатного аниматора Пьера Перефеля. В послужном списке у товарища из более-менее хороших проектов можно отнестись только к короткометражку «Секреты нистовой пятёрки» по кунг-фу панде. Считайте, что это его дебютная работа как режиссёра полного метра. Всё закрутилось и завертелось уже в 2019 году. И даже продолжались работы во время пандемии. В 2021 году уже был объявлен актёрский состав, и таким образом мультфильм набирается до кинотеатров в 2022 году. Мистер Волк является главой преступной банды Лос-Анджелеса «Плохие парни», состоящие в основном из хищников — змеи, пираньи, акулы и мистер Антулы. Для закрепления их наследия им остаётся украсть премию меценатов «Золотой дельфин», но план проваливается. Для спочтения своих шкур в голову лидера приходит один хороший план — пойти на липовое перевоспитание, чтобы доказать, что они не такие уж и плохие. Мы всё доводим до конца. Плохие парни типа становятся хорошими, чтобы остаться плохими сейчас. Плохие, Козел, подхорошие! В качестве сюжета была взята история о перевоспитании злодея. Кто-нибудь ведёт подсчёт, сколько раз такой приём был использован в кинематографе и анимации? Есть более точная статистика? Напишите в комментариях. Я видел сей мультфильм год назад и пересматривал от силы 2-3 раза, плюс подглядывал при создании данного ролика. Несомненно, у него есть как слабые, так и сильные стороны. Начнём с первого. Из слабых сторон можно с чистой совестью спокойно отнести предсказуемый сюжет и выше упомянутый приём историю о перевоспитании. Лучше бы показали, почему они стали плохими. У некоторых героев по дороге забыли добавить мотивацию, и местами есть сортирный юмор. Можно было и часть героев убрать, так как они почти не влияют на сюжет, но их оставили в покое ради привязки к первоисточнику. Ну и некоторое количество ляпов никто не отменял. Теперь о сильных. Весь фильм выполнен в ярких и светлых тонах. Трёхмерная анимация совмещена с рисованной, да и у картины на выходе получилась хорошая стилистика, напоминающая комиксоидную. Модельки персонажей смотрятся по-иному, на фоне предыдущих образчиков. У меня есть теория, что мультфильм примерил роль технического полигона ради продолжения годного спин-оффа. Догадайтесь, какого? Нам авторы представили смесь нескольких киножанров взрослого кино и не забыли о пасхалках и отсылках. Тут открывается картина со сцены в кафе, подмигивая с ухмылкой в сторону криминального чтива Квентина Тарантино. Можно заметить референсы и на прочие хорошие ленты других американских режиссёров. И даже на японскую анимацию. Не только были взяты вдохновения с выдающихся зверей, но ещё и из старых фильмов. В особенности приключенческого аниме «Люпен 3. Замок Калиостров». Ну и в конце концов, внимание крадут сами действующие лица. Хорошая химия волка между его корешем-змеем, холоднокровным циником и взломщиком, и Дианой Фоксингтон, местным губернатором и легендарной красной лапой. Как я потом узнал в комментариях в группе «Зверопаблик» и прочих интернет-источниках, были отступления от самих серий книг. Достаточно кардинальные, я бы сказал. Во вселенной романов, чьё начало берётся с 2015 года и тираж которых превысил 16 миллионов экземпляров, мир полностью состоит из животных. Как неразумных, так и антропоморфных. Пара персонажей также изменилась в угоду мульту. К примеру, Тарантула в романе был парнем. Трюк со сменой пола в адаптации или экранизациях часто можно увидеть на больших и малых экранах. Может, оно и к лучшему, что в мультфильме «Паучок» теперь мисс. В мультфильме также присутствуют и люди. Ну а по сравнению с героями, их, кажется, намеренно сделали глуповатыми и карикатурными. С другой стороны, это немного выделило картину посреди работ Эллюминашн и того же Диснея со Заверополисом. Пока были найдены мною эти отличия. Сам же я ещё не ознакомливался с оригинальным циклом романа. Но всё же парочку томиков на русском языке можно найти в сети. А вот насколько они интереснее на фоне мульта и какие ещё есть элементы, которые не вошли в картину, неизвестно. Может, вы знаете гораздо больше информации? Какой можно подвести итог? Зрители и критики остались довольны от просмотра. Даже начали поговорить насчёт возможного продолжения. И неспроста. На данный момент фильм собрал около 166,5 миллионов долларов при бюджете в 65 или 80 миллионов. Но чувствуется какая-то скованность от фильма. Разглядеть в нём потенциал можно. Но его ограничивает то ли возрастной рейтинг, то ли сам бюджет. Если бы хронометраж был чуть побольше, добавили экшены и рейтинг в 16+, со взрослыми шутками, ну или хотя бы 12, цены бы не было. Но я бы хотела, чтобы на экране были кровейся матершины и голые сиськи. Я считаю, что картину реально спасает мораль. Счастье постигается не только авантюрами в сфере ограблений, но и в помощи другим. И что каждый может измениться в лучшую сторону. Не забываем, что проект попал в руки Дримам, у которых была набита рука на изменение литературных произведений с нуля для своих лент. Плохие парни оказались вполне удачной и необычной смесью жанров и полем для долгожданного сиквела «Кота в сапогах». Нафигеть, какой шедевр не тянет, но свой зрительский интерес вполне заслуживает. Эй, Ку-Ку, идите сюда. Чего вы стесняетесь? Я сказал сюда! Надо же, наконец, поболтать, познакомиться. Не такие уж мы и страшные всё-таки. Кнопа, жаль. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями, переходите по ссылкам ниже в описании. По желанию вы можете поддержать меня на бусте. С вами был Камрад Эль Вавуччо. Вот такие дела. Не скучайте! Субтитры сделал DimaTorzok